парни девчонки всем привет skoda octavia у нас сегодня кузов а7 как и договаривались я уверен то что многие из вас уже видели сотни обзоров на этот автомобиль именно поэтому сегодня мы сделаем некую подборочку из минусов автомобилей про которые никто не говорил про что все умалчивают либо говоря знаешь так вот ну поверхность так заикнулся и пошел дальше конечно же мы скажем про плюс автомобиля для объективности но больше будем строить рассказы именно про минусы и мы начинаем прямо сейчас не будем тратить наше эфирное время поехали ну а начнем и конечно же с внешнего вида автомобиля вот сколько раз про это уже говорили кричали о том то что skoda octavia похоже на немца в частности на volkswagen там пол и некоторые говорят тут говорит на passat все вот похоже да она похожа внешне она похожим интерьером а почему она похожа я задался этим вопросом что для этого сделать я сел за компьютеру так вот и пишу почему skoda octavia похоже на немцев и знаете какой был ответ 1 прям первые статьи начинает рассказ про такого человека как йозеф кабан это дизайнер который работает в школе с 2008 года с февраля главный дизайнер по внешнему виду автомобиля и по внутреннему виду автомобиля а где он начинал работать как вы думаете где он практиковался стажировался где где конечно же в volkswagen там этот человек сначала работал помощником дизайнера потом уже стал также принимать активное участие в создании внешнего вида автомобиля и оттуда он плавненько перетек в skoda где собственно сейчас и трудится я думаю это сразу дает ответ почему автомобили похоже кузов а7 сегодня называют гармонично сложенным это на самом деле действительно так в целом если на машину посмотреть спереди сзади сбоку от с любого угла с ракурса машина глазу приятно я не могу сказать то что это вау автомобиль то что не смотришь и говоришь блин какая классная машина прям хочется ее как вот с некоторыми моделями бывает нет это в принципе штатный автомобиль для города но как вам известно на вкус и цвет товарищ нет поэтому кому-то нравится а кому-то может быть и не нравится мы пойдем в заднюю часть автомобиля откроем багажник начнем мы именно с него задняя часть автомобиля и какой обзор абсолютно не открою все кричат про одно какой здесь шикарный багажник то что 568 литров самый большой багажник в классе да это действительно так как вы видите детское кресло в принципе много чего помещается здесь есть на запасное колесо но вот смотри специально сложил задний ряд сидений вот одну часть и мы видим то что в принципе ровного пола не образуется абсолютно я считаю то что это на самом деле минус хотя skoda говорит то что это конструктивная особенность автомобиля здесь вот некая перегородочка такая вот и багажник слегка утоплен вниз а сиденье приподняты вверх это в принципе удобно при поездке то есть когда сидишь сзади ты не на полу сидишь в тот же момент я считаю то что нужно думать нужно как-то придумывать меня это как потребитель не особо должно волновать я хочу открыть багажник и здесь ровный пол вангую парни придет время они к этому придут будут открывать на каком-нибудь показе в шоуруме говорит вот смотрите теперь у нас багажники стали еще комфортнее еще лучше минус это или нет решать каждому но для меня как у для человека я знаю одно то что ровный пол это куда удобнее нежели чем когда пол 2 со ступенькой но с другой стороны если посмотреть на обшивку принципе все добротно сделано здесь ничего не ходит не лозит не скрипит я специально у владельца автомобиля спрашивал пробег на машине 94000 при движении никаких скрипов посторонних из багажника не доносится пойдемте дальше второе на что здесь нужно обратить внимание то что автомобили с двигателем 1 и 2 1 и 6 1 и 4 литра идет задняя подвеска торсионная балка если вы сегодня придете покупать автомобиль и спросите у менеджера что же такое представляет из себя торсионная задняя балка он вам начнет рассказывать о том то что это в принципе комфортная подвеска хорошая то что у него есть масса своих плюсов на самом деле это не совсем так в городе конечно ты не заметишь особо ее работы то есть ты будешь ездить по городу за скорость там допустим до 100 километров в сейчас в принципе будет нормально единственное когда ты будешь чувствовать это при проезде лежачих полицейских либо при неровных участках дороги задняя часть автомобиля такая немного получается прыгучая то же самое тебя может встретить на большой скорости когда ты будешь ехать например знаешь заходить в поворот затяжной и на мосту будут образовываться такие некие стыки проезжая по ним тоже жопа может слегка подпрыгивать на скорости больше 160 километров это вообще может быть очень жесткий дискомфорт я конечно понимаю то что многие из вас там или кто-то скажет то что 160 да у нас стране нельзя столько ездить я знаю я прекрасно знаю но я также знаю то что в жизни в живую выйди на трассу посмотрите сам все поймешь и к этой подвеске нужно относиться более внимательно потому что ресурс тех же самых подшипников у него в принципе идет уже на 70 80 тысяч но опять же подчеркивать здесь все важно от эксплуатации например у нас в россии до в некоторых регионах то зима то плюс то минус грязь реагенты то есть резинки например начинает быстро изнашиваться не попадает грязь пыль соответственно при каждом техническом обслуживании загоняя машину на подъемник заднюю балку обязательно смотрите прям все внимательно смотрите опять же какие еще у нее минус она крепится непосредственно прямую кузову шум от машины от дороги вот именно идет сильный многие жалуются на подвеску минут на заднем потому что она шумная более того она полузависимая а это знаешь о чем говорит это говорит о том то что ты когда едешь на машине сидят заднем природ левое колесо попадает в яму от она уходит вниз то правое колесо тени остается наравне она слегка тоже приподнимается то есть сцепка с дорогой становится хуже а это небезопасно торсионная балка ставится на бюджетный автомобиль на малолитражки небольшие машинки она пошла вообще в двадцатых годах то есть то что мы имеем сегодня это путем наш доработок и улучшений первый автомобиль на котором поставили и это был volkswagen beetle у нас россии их не продают но они очень популярны в европе к небольшая малолитражка чем-то похоже на volkswagen жук и поэтому кто бы вам что не говорил можно привести один простой пример автомобиль с двигателем 18 которые идут дороже там идет многорычажная подвеска но о чем даже это должно говорить то что в бюджетной версии балка в более продвинутой версии идет многорычажка не будем на ней заострять внимание так много уже сказали одно скажу если ты потенциальный покупатель на это внимание стоит обратить идем дальше давайте не отходя от кассы сразу сядем автомобиль подчеркиваю сажусь сам за собой вот уже сразу при посадке джинсами зацепил можно испачкаться но запрыгиваем нормально сидеть можно переднее кресло приподнят поэтому ноги без проблем помещаются под него сел ну знаешь ребенку например либо там жена с ребенка си тоже нормально будет на здоровым мужикам все как обычно то есть ничего нового нет несмотря на то что это автомобиль c-класса и он на 200 миллиметров примерно короче там той же самой камрину который уже в d-классе сесть него можно по городу покататься перемещаться я думаю напряга не будет а вот на дальняк ну конечно же начнешь ерзать то есть будешь сам боком садится еще как-то вытягиваться пытаться поэтому четвером здесь конечно в неделю далеко не поедешь оттроем можно будет переходим с вами кузову автомобиля автомобиль у нас 2013 года с пробегом 94000 напоминаю все современные автомобили оцинковываются skoda вне исключения оцинковку здесь по принципу 30 микрон снаружи 10 микрон внутри что дает возможность компании давать вам гарантию но не вам а нам с вами 10 лет от сквозной коррозии тем не менее если попасть в дтп либо сделать какой-то не очень хороший ремонт она может засвести обращаю ваше внимание то что на передней двери где петли у нас уже есть как некие рыжие пятна которые пошли она присутствует как со стороны водительского так и со стороны пассажирского сидения со стороны водительской пассажирской двери потихонечку перемещаемся вперед зеркала заднего вида маленькие многие от отмечают то что вообще в целом кузов автомобиль построим таком принцип когда плохая погода есть за фур и все сразу плохом состоянии становится в грязи забивается грязью не до конца бывает складываются тем не менее за придирки это кого-то но читал отзывы реальных владельцев такое встречается передняя подвеска у нас идет типа макферсон поэтому про нее что-то говорить нет никакого смысла все вы прекрасно знаете тормоза как обычно передние дисковые задние перед дисковые вентилируемые задние просто дисковые клиренс у автомобиля 165 миллиметров что в принципе неплохо для нее для города это нормально можно куда-то заехать но не низенькая машина бак 50 литров идем сюда вперед в переднюю часть автомобиля где у нас собственно капот а под капотом кроется наше сердце виде двигателя у нас стоят галогеновые фары возможно купить бексиноновую оптику есть противотуманки тоже галогеновая ну кто-то вкорячивать сразу в них ксенончик давайте откроем капот и посмотрим что у нас кроется там и что здесь встречает вот эта палка железная парни вот этот рычаг вот чест у меня негодование по этому поводу я вообще хочу высказать следующее значит смотрите автомобиль стоит среднем вот начинается от миллиона цена на 930000 самая базовая комплектация где у тебя будет палка кузов да и ничего больше нормальную комплектацию с двигателем 1.4 ты возьмешь примерно за 1.2 за 1.3 миллиона рублей если ты будешь рассмотреть двигатель 18 так цены это в и вовсе будут там примерно полтора миллиона то и выше там топовая версия с 18 миллион восемьсот прайсовая цена и что нам за дают вот эту вот палку да ладно бы палка так они в итоге и ставят с той стороны мы про это уже сто раз договорились каждый вот здесь вода наливать не очень удобно то есть нужно вкорячить кто-то придумывает некой бутылочки вставляет идеальный вариант палку нужно было ставить также подкрывалась в эту сторону но газоупорный держатель я уже не раз это говорил приходишь магазин стоит 900-1000 рублей это для меня для простого человека зашел в магазин купил компания skoda занимается производством автомобилей неужели не могут выйти на эту производитель сказать он слушаю смотри у нас есть машины мы там в год делаем условно 50 тысяч автомобилей вот те цена давай нам универсальный газоупорный держатель и будем ставить на машины все то есть ты пришел открыл тебе удобно не нужно ничего здесь придерживать подставлять все комфортно я думаю плюс 1000 рублей в цену автомобиля это не особо какое значение бы сыграло то есть экономит на спичках далее говорили как-то о том то что здесь вот эти резиночки они маленькие дай постоянно летит грязь это действительно так вот чист вишь у нас чистый двигатель да у нас принцип подкапотное пространство чистое да потому что водитель постоянно хозяин автомобиля постоянно занимается уборкой аккумулятор да у нас идет вот в чехольчике в таком в тепленьком вишь кошки кошки здесь спят здесь живет вася он залази здесь места могу он залазить и ночью здесь так судя по всему спит но не об этом дело не а про эту васю коробка есть механическая есть dsg шестиступенчатый семиступенчатый есть он двигателем 16 старый автомат вот старый двигатель там идет идет старый автомат давайте обо всем по порядку ну первое самая частая болезнь этих коробок том то что у них очень слабое сцепление вот у нас уже меняли по гарантии сцепление знаю товарища да вот у него 14 специально взял механику для того чтобы избежать проблем с коробкой тем не менее мы тоже по гарантии поменяли сцепление ставят более усиленная на холодную там продажет механической коробку ну знаешь есть постоянно нареканий тут он что-то не включается то еще что-то ну у всех по-разному просто каждый человек может одну и ту же проблему описать по-своему поэтому нарекания коробки есть я не хочу в целом даже на ней прям заострять внимание потому что все те кто владеют октаве либо хотят его купить изучать этот вопрос детально и знаю то что если уж и брать то лучше брать конечно семиступенчатую коробку двигатель нас идет tsi в принципе двигатель технологичного современного напичкана различными фишками виде двухступенчатого надува а вследствие этого он капризный к этому двигателю нужны за ним нужен хороший уход тщательно бережный то здесь нужно то делать не раз 15000 а лучше делать раз в семь с половиной тысяч чем занимается наш владелец так и в принципе другие владельцы автомобилей не нужно здесь ни на чем экономить то есть на жидкостях на маслах здесь как бы нужна бережная эксплуатация после этого вот в связи с этим то есть коробка там про семиступенчатая плюс двигатель очень низкий расход дает вот единственный плюс вот всех все этой пары в том то что расход тебя будет действительно низкий например наш автомобиль в городе с примерно 78 литров зимой в городе по трассе цифра может быть день 5 и 5 литров 6 литров опять же не хочу прям точные цифры называть потому что все зависит от твоего стиля езды конкретно у нас идет автомобиль с двигателем 1 и 2 на них самая частая проблема также встречалась с вазовозвращателями меняют по гарантии многие вещи на которые люди здесь жалуются при жалуются на радиатор то что он их гремит также меняет по гарантии приезжают люди в принципе skoda все претензии которые известны она принимает поэтому ты прям уже вся некий списочек составить зачем тебе нужно будет следить и по этому списку идти приезжать к дилеру и прям указывать то что вот есть нарекания на то на то на то он список давать и будут смотреть самая частая проблема двигателей tsi то что они зимой не греются вот ты проснешься утра наш минус 20 такой пришел новую машинку тебя сел завелась и штакой мерзнет ждешь пока на прогрессе и так это и будешь сидеть так ты там в ней в мерзнешь потому что прогревать ее нужно строго на ходу пришел все оттер там до ото льда завел поехал потихонечку и тогда она будет прогреваться сети одеяла предпусковые там устройство типа автозапуска ничего это не помогает особо проблема есть она известна говорят то что на 18 ее нету ну пишите правда это или нет в завершении здесь могу сказать то что нужно следить за цепью все что с ней связано так вы сможете сэкономить на ремонте но в тот же момент если вы этот момент упустите и вас плетят головки блока то вот это будет и уже не очень приятные цены на ремонт в остальном же все проблемы автомобиля известны надеюсь то что в обновленных версиях их уберут капот в целом знаете я вам скажу то что он не очень тяжелый но тем не менее все по-честному ребята вот он микрофончик все проехали тишина парни чудесным образом оказались внутри автомобиля если говорить за интерьер а про него уже много было спета песен рассказов все здесь интуитивно ясно и понятно я думаю многие люди кайфанут те кто пересел с нашего автомобиля то есть с ваза сюда садишься но действительно иномарка руль качественный не облез слева направо до стеклоподъемники автоматически полностью все четыре приборная панель читаемая сама мультимедиа по центральной части она тоже удобно все понятно ясно опускаться ниже вот управление клим климат-контролем тоже ясно и различного рода полочки для шторочки всякая ерундовина который знаешь для обихода в повседневной жизни уже она здесь присутствует пластик кто-то говорит даже жесткий пластик гремучий нормальный пластик конечно он не без косяков так например вот здесь покажи пожалуйста один раз сюда поставили какую-то присоску виды что-то он хотел закрепить так вот на всю жизнь эта часть и осталось здесь прям пятно такой круглый остается а так в целом на автомобиле мы ездили уже не первый раз на нем катаемся шумов каких-то таких знаешь скрипов нету но честно говорю едешь то есть в целом автомобиль тихенький больше здесь чего-то говорить я не вижу смысла все затянуто потолок нормальный все вот эти вот ну сидеть можно приятно поэтому поехали сразу на тест-драйв мы отправились дорогу но как и говорил зеркала маловато даже мне после моего автомобиля чувствуется сразу разница характерная работа коробки dsg когда трогаешься от именно на маленьких оборотах все потихонечку едешь то есть бывает встречай с таки подпинывание но этот переключение передач идет когда ты уже едешь на дороге вот сейчас мы едем 60 километров нормально дорога ровная прямая покажи пожалуйста дорогу я нажимаю слегонцу ли в пол задержка была подрыва прям такого сильного нету разгон идет на то что все автомобили оборудованы турбиной кроме двигателя 16 резина на стоит зимняя шипованная но прям жесткого шума честно говорят автомобиля нету некоторые как вот всегда найдутся те кто скажут хорошая шумка найдутся те кто скажет вот шумка арок здесь вообще два балла нужно делать дополнительную шумку арок не самая плохая она в летний период времени я думаю это будет еще комфортнее при проезде неровности вот лежачих полицейских стыков жопа вот честно говоря она прыгает я это ощущаю так как у меня автомобиль настроен жесткой подвеской здесь же ты едешь то есть такой вот значит такой подпрыгивание легкое есть если за их какой-то вообще на проселочную дорогу то кто сзади будет сесть на долгое расстояние может его качать может стошнить человека для маневренности в город там влево вправо перестроиться запарковаться разогнаться нормально ты этого особо не почувствуешь а со временем так и вовсе к этому привыкнешь но пересесть с балочной подвески да вот задней сторсионной на многорычажную совсем другая разница машину однозначно назову жесткой то что сказать то что она мягенькая даже здесь исходя из того что 16 диски ни хрена вот честно говорю не знаю вот мы едем то что откуда-то въезжаем какие-то неровности но прям вот машину действительно их не глотает так сейчас мы смотрите лежачий полицейский приезжаем покажи раз вот и газ в пол 40 да ну вот задержка есть есть кричит орёт 80 гоняться особо не будем все-таки город с двигателем 18 ты будешь конечно чувствовать себя очень шустрым парнем на автомобиле поэтому если деньги есть и желание въездить быстро то надо брать тормоза тоже хорошие заходи сейчас раз нужно притормозить об схватились на тормоза подчеркну тоже хорошие они вот когда вот сейчас едешь там раз нужно становиться на трассе та же самая система один два три раза оттормозишься все перегрелись уже будет там не идти некое биение в руль подлокотник вполне удобно да тут поднимать если ручник то он упирается но в целом сидеть вот так вот в движной сел сидишь нормально но жестенькая жестенькая подвеска это однозначно время подводить итоги все плюсы автомобиля вам известно если вы являетесь владельцем напишите сами что вас привлекло в этом автомобиль почему вы выбрали именно его я понимаю то что основным это бывает причем цена комфортабельность автомобиль то что его интерьер багажник большой клиренс ну вот соотношение цена-качество раз про минусы автомобиля также уже все известно то есть покупая автомобиль ты не покупаешь кота в мешке это не что то новое то есть ты уже будешь знать двигатели мы не сказали являются масложорами эта проблема здесь встречается сколько поджирает все зависит от стиля езды у кого-то вообще не жрет некоторые говорят то что прям много то есть нужно регулярно подливать масло одно скажу тоже за фабрик следить нужно в хороших руках проблем будет гораздо меньше купил бы я этот автомобиль честно скажу да купил бы если бы у меня было бы примерно 8 миллион сто и я хотел бы новый автомобиль я вот не пошел по такому принципу что я дал бы за миллион сто взял бы кредит и взял там автомобиль классом выше или же например я пошел из-за миллиона сто там купил набирula что-то себе на вторичном рынке какой-то буш на автомобиль не нет я как раз тот человек который сторонник новый автомобиль это лучше автомобиль ну либо наоборот лучше автомобиль это новый автомобиль ваше мнение по машине мы вы можете высказать в комментариях все что вам понравилось не понравилось еще что вас в коде привлекает или отталкивает пишите будет очень интересно почитать особенно если вы владелец напишите с чем вы сталкивались возможно я что-то неправильно сказал поправьте на этом мы заканчиваем подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте ваши вопросы предложения все в комментариях следующем ролик у нас будет теперь уже только про kia буквально на днях я готов приступить к обзвону какой автомобиль я выбрал вы об этом узнаете в ролике их даже будет сразу скажу по секрету 2 будем прозвание за две машины поэтому работаем занимаемся всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока